Знаете ли вы, что одна вот такая чушка металлического цинка весит от 19 до 21 килограмма? Это один из видов конечного продукта, производимого в цехах цинкового завода. Результат кропотливого труда большого и дружного коллектива заводчан. Электролитный цех, один из шести основных цехов цинкового завода, является заключительным звеном технологической цепочки производства цинка. Именно здесь выпускается готовая продукция. В цехе у нас четыре отделения. Это у нас вакуумно-испорительное отделение, это у нас зал электролиза, у нас, значит, это вот катодоплавильное отделение и дроссовое отделение, значит. Вакуумно-испорительное отделение – это процесс, где проходит, значит, охлаждение растворов. Значит, растворы, проходя через зал электролиза, они нагреваются. Если нагреются, значит, их обязательно надо охлаждать. Поэтому вакустроительное отделение существует для того, чтобы растворы охладить. В зале электролиза непосредственно у нас происходит осаждение цинка, где мы получаем цинк катодный. Катодный цинк не является товарной продукцией, поэтому мы в катодоплавильном отделении переплавляем чушковой цинк. И в дроссовое отделение, где у нас перерабатываются отходы от переплавки цинков и обратно возвращаются в обжиговую. Съемочная группа программы понаблюдала за тем, как кипит работа в зале электролиза, где в электролитных ваннах цинк из раствора осаждается на катод. Затем к работе приступают каточки, которые занимаются сдиркой цинка. После всех проводимых операций катодный цинк взвешивается и транспортируется в катодно-плавильное отделение, откуда после переплавки уже готовая продукция – чушковый цинк. После обязательной проверки службы технического контроля готовится к отправке потребителям. Руководит деятельностью электролитного цеха опытнейший металлург, ветеран труда АГМК Осман Сейтов. Я уже 42-й год работаю на этой работе. В эту работу я влюбился просто. Интересный выпуск цинка металлического – просто быть металлургом. Это работа всего коллектива. Основные профессии – это катодчики, электрозники водных растворов, плавильщики, ремонтные персоналы – это электромонтеры, слесаря-ремонтники, операторы ПГО – вспомогательные профессии. Это паяльщики по свинцу, по винепласту. Кавалер трех степеней почетного знака «Горняцкая слава» Осман Аблаевич Сейтов начал свою трудовую биографию в должности плавильщика катодно-плавильного отделения электролитного цеха цинковых заводов. И за более чем 40 лет на одном рабочем месте он своими глазами наблюдал, как росло и развивалось производство, как процесс модернизации технического и технологического перевооружения помог увеличить объемы и улучшить качество выпускаемой продукции, особенно в последние годы. Согласно постановлению президента о мерах по реконструкции и стабилизации производственных мощностей АО «Олмалыхский ГМК» на основании проекта реконструкции цинкового завода в целях увеличения производственных мощностей до 120 тысяч тонн в год, в электролитном цехе произведена модернизация вакуумно-испарительного отделения, зала электролиза и катодно-плавильного отделения. За столько работы, такая реконструкция, это в первый раз. Если брать по отделениям, вакуумно-испарительное отделение, ремонт полностью насосного хозяйства, заменили полимерные баки. По залу электролиза, значит, все железобетонные ванны были заменены на полимерные, со всеми желобами. Обслуживать оборудование легче стало, потому что современнее стало оборудование. Те же насосы, значит, химические для перекачки, это скоро. Легче и удобнее работать стало. Вот такие нововведения позволили трудовому коллективу цинкового завода значительно увеличить объем выпускаемой продукции.